Доброе утро, Ульяновск. Доброе утро, Весь 73-й регион. Сейчас 6 часов утра, а значит вы смотрите самую раннюю программу нашего телеканала. На календаре 9 ноября, среда. Предлагаю заглянуть в календарь истории. Итак, 9 ноября день рождения неоновой рекламы. В этот день, в 1911 году, мир буквально заиграл новыми красками. Француз Жорж Клотт изобрел и запатентовал этот вид рекламы. Справедливости ради нужно заметить, что первые светильники на основе разряженного газа появились в Германии довольно давно. Еще в 1858 году. Только практического применения им не нашли. Зато парижанин Жорж Клотт создал из светящихся трубок экспозицию, а затем решил на всякий случай запатентовать свое изобретение. Предприимчивый француз сразу открыл свою фирму и начал продавать лицензии на свое изобретение по всему миру. В России первая неоновая реклама появилась в 1931 году. Это была неоновая вывеска «Сад» в городском парке имени Прямикова, который находился недалеко от Таганской площади. Позже неоновые вывески нашли свое применение в кинотеатрах и гостиницах. Вне зависимости от праздника нашу студию украшают цветочные композиции от партнера программы сети салонов «Нимфа-73». Этим утром для вас работают Екатерина Терещенкова и Александр Злобин. Мы начинаем. Утро с репортером. Двухчасовой марафон событий, полезной информации и ярких впечатлений. Плюс интересные гости в студии. Показываем, чем живет Ульяновский регион. И начинаем день вместе. Позитивно и бодро. Ежедневно на телеканалах «Репортер-73» и «ОТР». И еще. У вас уже не болит голова. Названы лучшие ночные перекусы для худейших. Чувствуешь, Саша, здесь какое-то противоречие в этом заголовке. Да, предлагаю разобраться. Диетологи заявили, что желающим похудеть людям не обязательно ограничивать себя в еде после 18.00. От голодных вечерних мук могут спасти небольшая горсть орехов, миндаль или фисташки около 30 граммов, стакан кефира или чашка натурального йогурта, киви 2-3 штуки или горстка тыквенных семечек. Или главное, а то и не поставить тут как-то, в общем-то, уже не перекус. В список разрешенных продуктов для ночного перекуса также вошли вишня, клубника, вареные яйца, отварное куриное мясо, каша из цельных злаков и смузи из нежирного молока с ягодами или ананасом. А чашечка теплого травяного чая отлично дополнит позднюю трапезу, добавили специалисты. Ну и важно, последний прием пищи должен быть не позднее, чем за час-полтора до отхода ко сну. При этом идеальный вечерний перекус содержит не более 200 калорий. Специалисты не рекомендуют есть перед сном острое, жирное и соленое блюдо, а также продукты, содержащие алкоголь, кофеин и сахар. Такая пища может привести к срыву и перееданию. Рубрика «ЗОЖ» далее в эфире. Мы видим деформацию, отек, то есть мы должны придать ноге физиологичную конечность, максимально щадящее все это делать, и соорудить шину буквально из того, что есть под рукой. Можно даже свернуть, например, газеты или журналы. Можно сделать это из любых досточек. Если есть специальные шины, которые на липучках складываются, лестничные шины. Одна из первых тем образовательного семинара по оказанию первой медицинской помощи – перелом конечностей. Основной спикер – заведующий травматологическим отделением хирургического корпуса ФНК «Царио». Специалист рассказал и показал ребятам основные действия при необходимости оказать срочную помощь пострадавшему и основные правила его транспортировки. Стоит отметить, что такие занятия на базе Центра спортивного и боевого самбо проходят впервые. Но в планах у организаторов подготовить целый комплекс подобных мероприятий. Инициаторами семинара стали представители партии «Единая Россия», местная федерация «Самбо» и благотворительный фонд «Патриот». Эта сейчас тема наиболее актуальна, так как наши воспитанники в основном сейчас находятся на службе в армии, в основном проходят службу по контракту. Подобные семинары уже пользуются большим спросом во многих городах нашей страны. В Ульяновской области одними из первых такую практику внедрили на территории областного центра. И вот эстафету принял и Димитровград. Такие же курсы, семинары мы проводили у себя по обращению с стрелковым оружием и по обращению с минами и так далее. То есть инженерная история. И мы приехали поддержать наших ребят как бы молодцы. Спасибо федерации Димитровграда «Самбо» и спасибо фонду «Патриот». В ходе обучения ребятам также рассказали о различных ранениях и оказании первой медицинской помощи, а также о кровотечениях и их остановке. В ходе беседы студенты задавали вопросы специалистам по той или иной ситуации. И каждый из участников в ходе образовательного мероприятия открыл для себя что-то новое. Все-таки может случиться все что угодно на улице, а так раз ты уже будешь знать, какая медицинская помощь первая должна быть оказана до приезда скорой помощи и помочь гражданину, которого стало плохо. Наталья Абанин, Альберт Блатаев, Павел Космынин, Димград, 24. Почему мы говорим по-русски быстрее, чем наши предки сто лет назад? Ответ на этот вопрос дает одна из российских газет. По словам лингвистов, язык меняется под влиянием двух групп факторов. Во-первых, внутриязыковых. Среди них особенно заметна активность закона экономии речевых усилий, благодаря чему отмечается убыстренный темп речи. Мы говорим по-русски намного быстрее, чем наши предки сто лет назад. Неполный стиль произношения, когда вместо Александр Александрович говорим Сан Саныч, вместо Здравствуйте, Здрасте или даже Драсте, отмечают специалисты. Лингвисты остановились на усилении так называемого аналитизма. Это приводит к более частому употреблению словосочетаний с предлогами вместо беспредложных конструкций. Ну, например, подарок для сестры, подарок сестре. Изменения в сфере образования, изменения сферы образования, ну и подобных. Вторая группа факторов – это влияние других языков на русское произношение ударения написания. Например, повышение интонации в конце повествовательного предложения. Это свойственно английскому языку. Речь идет о языковой моде, когда молодые люди произносят имидж, паб, блок со звонким на конце, как в английском. О чем еще пишут российские газеты, можно узнать из нашего обзора прямо сейчас. Вышел в свет очередной выпуск парламентской газеты. Российские военкоматы ждет масштабная цифровая трансформация. Это позволит оптимизировать воинский учет и избежать ошибок частичной мобилизации, когда в зону СВО призывали тех, кого не должны были. Например, многодетных отцов или людей с тяжелыми заболеваниями. Элементы будущей системы обсуждали на заседании Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. По мнению сенаторов, идеальный результат, чтобы система воинского учета работала сама по себе, а предоставление нужных сведений, записей и справок не требовало от военнообязанного его личного присутствия. Так, председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев напомнил, что мы живем в цифровую эпоху, и все интересующие его данные военкомат может получать самостоятельно, в автоматическом режиме, вообще не требуя присутствия военнообязанного. По закрытым каналам, через интернет. Но для этого необходимо провести глобальную цифровую трансформацию военкоматов и наладить межведомственные взаимодействия. В правительстве обсуждает идею распространить программу льготной ипотеки на вторичное жилье. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснулин на правительственном часе в Совете Федерации. За следующие 8 лет стране предстоит построить миллиард квадратных метров жилья. И здесь, по мнению Хуснулина, без льготной ипотеки не обойтись. Он напомнил, что в этом году зафиксировано снижение количества ипотечных кредитов из-за высокой ставки весной. Государство всеми силами старалось поддержать хотя бы первичную ипотеку. Но доступные кредиты на вторичное жилье не менее важны для развития жилищного строительства. Анализ предыдущих двух лет показывает, что чаще всего россияне приобретают недвижимость в новостройках, продав свои старые квартиры. И если продажа вторички осложняется дорогой ипотекой, то и на первичном рынке возникают проблемы. Чтобы их устранить, следует найти решение по ипотеке, без которого развивать дальше строительную отрасль будет трудно. Россия и Туркменистан будут координировать усилия на мировых энергетических рынках. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с председателем Верхней Палаты Туркменского парламента Гурбангулы Берды Мухамедовым. Глава Палаты регионов отметила, что отношения России и Туркменистана – это больше, чем стратегическое партнерство. Интересам обеих стран и их народов отвечает максимально широкое экономическое сотрудничество, парламентское и межрегиональное взаимодействие. Сегодня те или иные экономические связи с Туркменистаном имеют 60 российских регионов. Выступая перед сенаторами на заседании Совета Федерации 2 ноября, Гурбангулы Берды Мухамедов рассказал о планах создания в Ашхабаде русского драматического театра, а также об открытии Российско-Туркменского университета. Первый камень в основании образовательной организации может быть заложен уже в 2023 году. До марта 2024 года в Крым запустят две новые дороги, чтобы ликвидировать заторы на подъезде к полуострову. Об этом на встрече с сенаторами рассказал глава Минтранса Виталий Савельев. Полуостров давно стал излюбленным местом отдыха россиян, но несмотря на строительство новых мостов и дорог, добраться туда на машине до сих пор задача не из легких. Между трассой М4 Дон и Крымским мостом автомобилисты вынуждены простаивать часами в многокилометровых пробках. По мнению сенаторов, эту проблему нужно решать комплексно. В Минтрансе заверили, что транспортная доступность полуострова разрешится весной 2024 года, когда будут открыты два новых пути. Это дальний западный обход Краснодара на 60 километров, его хотят запустить уже в следующем году. А также дорога длиной 150 километров от Темрюка до западного обхода. Это будет совершенно новое направление, которое будет сравнимо с Тавридой и М4. В Совете Федерации считают, что контроль за утилизацией медицинских отходов должен быть установлен законом. Проект такого документа сенаторы уже подготовили для внесения в Госдуму. По подсчетам экспертов, в России за год утилизируют до 100 тысяч тонн медицинских отходов. Среди них есть материалы, контактировавшие с инфекционными больными или ртуть-содержащие вещества. Где могут оказаться такие опасные отходы после того, как их вывезли с территории больницы, сегодня не знает никто. О том, как решить эту проблему, в интервью газете рассказал сенатор Алексей Майор. Медицинские отходы должны обеззараживаться прямо на территории поликлиник и больниц. А уже после этого вывозиться подрядчиками из компаний, которые занимаются вывозом твердых бытовых отходов, и захораниваться, как и обычный мусор в этом случае, на полигонах. Подписаться на парламентскую газету можно во всех отделениях Почты России по индексу П-2118. Самая полная информация о новых российских законах на сайте газеты pnp.ru. Ульяновские сельские территории получат деньги на развитие. В ближайшие три года российские малые города и села получат на инфраструктурные благоустроительные проекты на своих территориях 18 миллиардов рублей. Средства выделят по госпрограмме комплексное развитие сельских территорий. Отбор прошли 142 проекта из 52 субъектов страны, в том числе Ульяновской области. Так, с 2023 по 2025 годы в Индии капитально отремонтируют центр детского творчества «Дюсш» и детский сад номер 4 «Черемушки». В селах Новая Деревня, Киселевка, Осока и Кудожлейка Барышского района проложат внутренние газопроводы, а в поселке Рыбхоза Пионер в Майнском районе распределительный газопровод. О главном расскажем далее. ПОЮЩая Россия объединила творчество коллективов из 37 городов нашей страны и сердца зрителей финального концерта. В День народного единства символично грандиозный марафон исполнения народных и всем известных патриотических песен подошел к финишной черте. Сегодня у нас праздник песни, а мы с вами знаем, что пока звучат наши песни, это значит, что живет и обливается наша с вами Родина. Искусство – сила, способная укрепить нерушимые связи многонациональной страны. Как жить в мире согласия – не секрет для ульяновских национально-культурных автономий. Ульяновская национальная автономия как никогда единая, поддерживает Россию и ее президента словом и делом. Это наша твердая позиция, и мы на ней будем стоять. Когда выступает множество, количество большой национальности, то они друг о друге узнают больше о своей культуре, о своем народе и рассказывают о себе, о своем народе, о своей культуре. Поэтому этот праздник, он уже традиционный, становится в Ульяновской области. И с каждым годом участников становится все больше и больше. Более 400 участников 8-го Всероссийского конкурса «Поющая Россия» исполнили разножанровые народные песни, песни-сценки, лирические и патриотические песни о родной стране. Славься, родная земля, про тебя идет слава добрая, слава сборкая. Песня – это защита сердца, оружие сердца, а значит защита всей страны. Пока Россия поет, она непобедима. Я этому очень рада, что вот эти песни теперь поет молодежь. Я лично их пою, ну, не знаю, но, наверное, с детства. Я думаю, что у нас в России как-то поворачивается все к родному, к исконным нашим корням. Даже у незнающих слов сердца отзовутся. То, что конкурс уже 8 лет притягивает все больше внимания как участников, так и зрителей, тому ярчайшее подтверждение. Конкурс замечательный, атмосфера замечательная, нам очень понравилось. Мы впервые в вашем городе. Вчера мы побывали на экскурсии. Мы просто влюбились в ваш город. Солисты и коллективы выступили в номинациях «Духовные колыбельные песнопения», «Патриотические песни», «Песни родного края». Выступали как начинающие, так и именитые участники от детских школ искусств до консерваторий. А гран-при конкурса «Поющая Россия» получил народный хор имени Шнитке. Вера Мещерякова, Константин Никитин, репортер 73. Картину дня дополняют региональные новости. В эфире информационная программа «Реальность». Социально ориентированный бюджет 2023 года. Отрасли ЖКХ выделяют свыше 5 миллиардов рублей. Из этой суммы половина – федеральное финансирование. При этом члены профильного комитета в региональном парламенте отметили – все нужды отрасли эти средства в грядущем году не закроют. Мы из года в год говорим об одних и тех же проблемах, но из года в год мы не видим решения этих проблем. Правительство должно предлагать варианты решения проблемы, а не констатировать факт, уверен депутат. Каждый бюджетный рубль должен как-то что-то окупиться в обратном порядке. Основную сумму расходной части бюджета сферы ЖКХ направят на развитие коммунального комплекса региона. Это развитие жилищно-коммунального хозяйства, программы энергетической эффективности, это чистая вода, оздоровление Волги. Там идет на оздоровление Волги 1,465,110 миллионов с лишним идет на чистую воду. Завершение программ, которые мы делаем по нормализации водоснабжения. Комфортная среда получит полмиллиарда федеральных средств плюс 10 миллионов областного софинансирования. По итогу обсуждения депутаты проект бюджета поддержали в первом чтении, однако высказали конкретные пожелания и предложения к расходной части. Всеми абсолютно членами нашего комитета было поддержано направление письмо председателю правительства Ульяновской области Розункову Владимиру Николаевичу о том, что вот эти наши тревоги, опасения и пожелания мы высказываем в этом письме и просим увеличить бюджет отрасли ЖКХ. Парламентариям вскоре предстоит совместная работа над проектом областной казны. Депутаты комитета вместе с региональным правительством работают над учетом в документе предложенных поправок и поиском возможностей увеличения финансирования отрасли. Минимальная сумма денежного довольствия мобилизованным 195 тысяч рублей. Она состоит из 158 тысяч ежемесячной социальной выплаты и денежного довольствия, которое в первую очередь зависит от окладов по воинской должности и званию, а также от выслуги лет. Рядовой на должности мотострелка будет получать минимально 195 тысяч, командир взвода около 225, а командир батальона около 243 тысяч рублей. Средства начисляются на банковскую карту с 10 по 20 число каждого месяца за предыдущий месяц службы, то есть военнослужащим, проходившим службу с 1 по 31 октября, денежное довольствие начислят с 10 по 20 ноября. При этом минимальную сумму в 195 тысяч получат те, кто прослужил с 1 по 31 число. Если военный прослужил меньше, начисленное денежное довольствие также будет меньше пропорционально прослуженному сроку за октябрь. В текущем месяце денежное содержание начнет выплачиваться досрочно, уже с 8 ноября. По просьбе военнослужащего деньги за него может получать его семья. Для этого необходимо оформить доверенность. Кроме того, военнослужащий может оформить дополнительную банковскую карту, привязанную к тому же расчетному счету, который он представил для получения денежного довольствия. Социальная выплата в 158 тысяч рублей не облагается подоходным налогом, а денежное довольствие мобилизованного облагается, как и у всех контрактников. Например, у рядового на должности мотострелка из полагающихся ему 195 тысяч 37 подпадает под 13-процентное налогообложение. У командира взвода в звании лейтенанта из примерно 225 тысяч не облагаются налогом 158. Остальное облагается на общих основаниях. Для мобилизованных предусмотрены дополнительные выплаты. Они устанавливаются, как и всем военнослужащим, в соответствии с приказом номер 727 министра обороны от 2019 года. Например, им могут быть установлены ежемесячные надбавки за особые условия военной службы или за особые достижения. В честь трудового подвига наших земляков в октябре состоялся первый парад городов трудовой доблести, в котором приняли участие представители организации профобразования из 15 городов. В течение трех дней мы провели такую массовую программу по организации. Это квесты города трудовой доблести, это мастер-классы производственных мастерских, это обзорные экскурсии, что касается трудовой доблести. Ну и завершающим этапом это организация шествия городов трудовой доблести. Итогом стало создание ассоциации наставников профтехобразования городов трудовой доблести. Такие парады станут ежегодными. А в скором времени на территории тренировочно-патриотического центра «Победа» появится аллея городов-героев, где найдет место частичка земли из каждого города, где проходили бои. К следующей знаменательной февральской дате начали готовиться уже сейчас. В настоящее время у нас большая работа ведется к подготовке к Сталинградской битве. В этом году будет юбилей, и очень большое количество мероприятий у нас запланировано. Волонтеры «Победы» включены почти, ну, наверное, в одну третью часть мероприятий, которые будут проводиться на территории всей нашей России, ну, конечно же, и в Ульяновской области. В реестр мероприятий, организованных волонтерами, войдут добрые субботы и интерактивные игры в школах, профессиональных и высших учебных заведениях. Каждая образовательная организация подготовит свою программу, а младежное правительство взяло на себя проведение тематических бесед со студентами СУЗов и ВУЗов. Все ради сохранения памяти о подвигах наших героических предков. Александр Злобин, Юрий Давыдов, репортер 73. На старт! Внимание! Марш! Все бегут, не все сдают. Но Анна Енидерова в себе уверена, причем нацелена исключительно на золотой значок ГТО. А ведь всего год назад находилась, что называется, не в кондиции и только-только открывала для себя такой необычный вид спорта, как гонки с препятствиями. Я сказала ей, что хочу сдать ГТО. Она еще посмотрела, так и на меня удивленная. Вот эта девушка хочет сдавать ГТО. Ну, то есть я была там плюс. Я похудела за этот год на 8 килограмм, к тому же. Да, и пришла в хорошую физическую форму. Вот. И она была удивлена. Ну вот, в итоге мы пришли к этому, что я сдаю ГТО. В региональной базе готовых к труду и обороне порядка 90 тысяч ульяновцев. По промежуточным итогам 2022-го с непростыми нормативами справилось около 20 тысяч наших земляков, начиная с 6 лет. Сейчас комплекс поделен на 11 соответствующих возрастом ступеней, но уже в следующем году произойдут изменения. Комплекс будет состоять из 18 ступеней. То есть это сделано для удобства граждан, потому что нормативы, которые туда входят, они немножко сложноваты. Их делают более упрощенными, чтобы среднестатистический человек смог выполнить. Все испытания условно делятся на три подгруппы. Легкоатлетические, силовые и гимнастические. Сегодня я решила не отставать от прогрессивной молодежи и сдать один из основных нормативов ГТО. Это гимнастическая дисциплина, то есть наклон вперед. Встаю определенным образом, ноги расставлены, колени, естественно, прямые. Сейчас я буду наклоняться, и чтобы на золотой значок, надо наклониться на 11 сантиметров вперед. И так наклоняюсь. И вот фиксирует мой результат. Сколько? 13, это даже больше получается, чем золото, но радоваться рано, потому что для получения ГТО все-таки необходимо еще сдать 7, а то и 8 дисциплины. Начиная с 2014-го, с момента возрождения ГТО как комплекса, в регионе открываются центры тестирования. При ВУЗе он такой один, на базе Ульяновского педагогического университета. Я уже, получается, второй год как руководитель центра тестирования, и я очень рад и горд, что у нас такой порыв к здоровому образу жизни у студенческой молодежи наблюдается. Они меня и сами заряжают этим, то есть заряжают на новые какие-то мероприятия, проведение каких-то акций. Это очень радует и реально очень мотивирует. В декабре состоятся игры ГТО. Сначала региональный этап, а затем схватка избранных команд на всероссийском первенстве в Самаре. В прошлом году из 36 участников мы стали восьмыми, но видится вхождение в лидерскую пятерку, а то и тройку. Для пенсионеров и работающего населения ГТО – это личная мотивация. Для абитуриентов – дополнительные баллы при поступлении в ВУЗы и СУЗы. Школьникам – возможность выиграть бесплатную путевку в Артек. Присоединиться легко. Зарегистрируйтесь на сайте gto.ru, получите медицинский допуск и подайте заявку. Татьяна Домоданова, Алексей Юферев, репортер «73». 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 Иди туда! Даже игрушки понимают, что важно для безопасности вашего ребенка. Ребенок в машине должен быть в автокресле. Валентина Домодавра, Алексей Юферев, репортер «73». Анюта Домоданова, Алексей Юферев, репортер «73». Репортер «73». Куда бы вы ни шли, Переход укажет вам безопасный путь. Водитель, пропусти пешехода. На скорости 60 км в час, даже на сухой дороге, расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки, около 60 метров. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее перед пешеходным переходом. Внимание! Тормози заранее. В октябре в клинике лазерной хирургии Барикоза Нет бесплатный прием флеболога Сузи Вен и скидки на лазерное лечение до 30%. Годовое наблюдение, анализы и компрессионный трикотаж в подарок. Не допускайте образования тромбов. Звоните 305-500. Большие неприятности начинаются с маленькой дистанции. Держи дистанцию. Варикозное расширение вен – серьезная угроза здоровью. Только до 20 ноября в медицинском центре «Консилиум». Консультация сосудистого хирурга и УЗИ вен нижних конечностей. Всего за 800 рублей. Не откладывайте визит к специалисту. Медицинский центр «Консилиум». Партнер прогноза погоды – клининговая компания «Клеоника». По данным сета «Гесметио» 9 ноября в Ульяновске-Пасмурно. Температура воздуха по области ночью плюс 1, плюс 5 градусов. Днем от плюс 2 до плюс 6. В городе температура воздуха ночью от 2 до 4 градусов тепла. Днем 3-5 градусов выше 0. Ветер юго-западный 5-7 метров в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Нет времени на уборку? Обратитесь к профессионалам. Мы выполняем все виды клининга. Генеральная уборка, уборка после ремонта, мойка окон, кухни, санузла, химчистка мягкой мебели, дезинфекция и дезинфекция помещений. Мы отбираем самых ответственных сотрудников, а также используем экологически безопасные чистящие средства и новейшие технологии. Клеоника. Мы делаем вашу жизнь чище. Министерство просвещения опубликовало для общественного обсуждения проекты федеральных основных общеобразовательных программ по всем уровням образования – начальному, общему и среднему. Что появится в федеральных школьных программах, предлагаю в этом разобраться прямо сейчас. Для начала отметим, что эти программы – основной элемент золотого стандарта образования, который начнет действовать в школах с 1 сентября 2023 года. Они же и базовая планка, ниже которой школам сползать нельзя. Забираться выше? Пожалуйста. Федеральная образовательная программа – единый конструктор документов, в том числе и федеральный учебный план, и календарный график из рабочих, учебных программ, предметов, курсов, дисциплин, где каждый урок прописан подробнейшим образом. Программы утверждают по русскому языку, литературе, истории, обществознанию, географии и ОБЖ. Как следует из проекта для старшей школы, в курсе основы безопасности жизнедеятельности могут появиться элементы, посвященные начальной военной подготовке. Здесь и строевая подготовка, и воинские приветствия, и оружие пехотинца, и правила обращения с ним. Ученики 10-11 классов научатся оказывать первую помощь и познакомятся со средствами индивидуальной защиты. Также во втором варианте курса ОБЖ есть модуль номер 2 – основы обороны государства и модуль номер 3 – военно-профессиональная деятельность. Самое время передать слово нашим юным коллегам. Они подготовили очередной выпуск новостей. Всем привет в эфире новостята. И что приходит на ум, как прислали Хэллоуин. Страшная рожица на тыкве. Люди в мрачных костюмах. Бродящие по улицам. И фильмы ужаса. Больше всего в Северной Америке. Больше всего этот праздник популярен в Северной Америке. Но и в других странах есть свои традиции. В этом выпуске мы вам расскажем, как отмечают. Как отмечают Хэллоуин в разных странах. Родина праздника Хэллоуина считается Ирландией. Родина Хэллоуина считается Ирландией. Именно древние люди первыми начали носить шостку животных. Традиционно на Хэллоуин в Ирландии готовят калканомы. Блюда из картофельного пюре и капусты. В нем обязательно прячется монетка. Если человек нашел такой сюрприз. Его ожидает целый год удачей. Сплошной. Сплошной удачей. Также сюрпризы закладываются в кекс виноградом или сладкий хлеб. Первого и второго ноября все мексиканцы отмечают День мертвых. В эти дни люди выходят на улицу с раскрашенными лицами. В эти дни люди выходят на улицу с раскрашенными лицами. Традиционный костюм смерть с косой. На всех домах развешаны искусственные скелеты. Для мексиканцев это радостный праздник. Я не помню. Все веселятся, поют и танцуют. Совсем не боятся в день праздника посетить клавиши. Посетить клавиши. День мертвых занесен... День мертвых занесен в список культурного наследия человечества. В Катемале всех цветов имеют древние традиции. Празднику уже больше трех тысяч лет. В этот день люди запускают больших воздушных змеев. В Китае есть свой монолог Хэллоуина. В Китае есть свой аналог Хэллоуина. Это фестиваль голодных духов, который проходит в августе. Китайцы верят, что духи приходят в мир живых, чтобы отомстить. Китайцы верят, что духи приходят в мир живых. Продолжаем утро. И очень хочется мне обсудить новость, которая попалась на глаза. Видео, кстати, облетело уже все социальные сети. И все умиляются. И я умилялась, когда видела его. Даже пересмотрела несколько раз. Поясню нашим телезрителям, чему так умиляется Екатерина. Зоопарки Красноярска показали купание и ледяной пляж белого медведя. Видеозапись с купанием и другими забавами зверя опубликовали сотрудники зоопарка. Ну так вот, продолжим. На видео медведь Феликс поначалу как будто не решается войти в ледяную воду. Пробует ее то правой, то левой лапкой. А затем, отважившись, ныряет, проплывает несколько метров и показывается на поверхности уже рядом с видеокамерой. Отряхивается и демонстрирует огромную морду. Потом Феликс выбирается на лед и, распластавшись, словно на пляжном песке, подставляет холодному солнцу поочередно спину и грудь. Ну, в общем, рекомендую это видео к просмотру, как и нашу рубрику «Стиль». Доброе утро, дорогие друзья! С вами репортер, рубрика «Стиль». Меня зовут Дания, и сегодня мы снова будем творить. На этот раз у меня вот такие вот горы, которые можно сделать с помощью трафаретов, которые я вырезала на обычном листе А4. То есть вот, вы можете наблюдать, где-то вот здесь вот была эта гора. Итак, с чего мы начнем? Начнем мы, конечно же, с самих трафаретов. Берем обычные листы А4, которые мы используем для печати, и рисуем на них вот такие зигзагообразные линии. Они у меня все разные, как можете заметить. Так, вот, видите? Вот, я их вот так вот вырезала. И, что самое интересное, когда мы их вырезаем, то у нас получаются две вот таких вот разных, два разных трафарета. Поэтому из одного листа А4 мы сможем сделать их четыре штуки спокойно. Итак, дальше нам понадобится гуашь. Много белого цвета, сразу предупреждаю. Голубой цвет, синий. И немного черного. Стоит заметить, что мы начинаем рисовать с заднего фона. То есть, мы идем, так сказать, сверху вниз. Первое, что мы будем рисовать, это вот этот ряд, так его назовем. То есть, первый, второй, третий. Мы начинаем вот с этого, с самого верхнего. Еще нам понадобится вот такой вот валик. Можно взять обычную губку для мытья посуды, но у меня есть вот такой вот валик интересный. И наношу туда воду. То есть, немножко его смачиваю. Как вы видите, мне это не очень удобно делать, так как у меня нет какой-то глубокой емкости, чтобы я вот так вот смочила одним разом. Поэтому я делаю вот так. Но ничего страшного. Теперь я беру белую краску, белую гуашь, и наношу ее на нашу губку. Вот так. Конечно же, добавляю чуть-чуть синего цвета, прям вот капельку. Не переборщите, потому что иначе придется градиент делать в конце черным. То есть, вы уже поняли принцип, да, то, что у нас сначала будет такой нежно-голубой, потом будет чуть-чуть темнее, уже насыщенно-голубой, далее будет темно-синий, и внизу вот уже черные деревья. Ну, вот так вот, думаю, будет достаточно. Дальше я беру наш лист, вот так вот его кладу, аккуратненько, и рисую вот таким образом. Вот, смотрите, что у нас получилось. Как классно. Такое небо. Дальше я беру второй лист и буду наносить другой цвет. То есть, уже он будет не нежно-голубой, а такой насыщенно-голубой. И даже добавлю туда немножко черного, чтобы показать вот эту пыльность. То есть, видите, когда мы делаем насыщенно-голубой, получается вот так вот примерно вот. Вот здесь можете видеть. Когда мы добавляем немножко черного, то присутствует такое напыление, как будто цвет становится более тусклым. Вот это вот само настроение в нашей картине такое какое-то загадочное. Возможно, тут даже есть туман. Если смешать белый с черным, получится серый. И если добавить голубой, то получится вот такой вот пыльный оттенок голубого. Вообще, если в любой оттенок, в любой цвет добавить черный, получится пыльный цвет. И вот так вот пониже сделаю. И вот так. Можно еще вот так вот перевернуть и рисовать вниз. То есть, вот так. Вообще, можно по-разному делать. Вот, смотрите, как у нас красиво получается. Далее я делаю оттенок еще темнее. То есть, добавляю меньше белого и больше синего и черного. И тем самым у нас получается тот самый нужный нам градиент. Градиент — это перелив цвета из одного оттенка в другой. Или, например, просто перелив одного цвета в другой. Это называется градиент. Плавный переход. Я также попробую положить не снизу вверх, а вот сверху вниз сейчас буду делать. Мне кажется, так даже практичнее получается. Придерживаю, чтобы ничего не сползало. Так даже, вот как я сейчас держу лист, так даже можно вниз уходить. Ну, то есть, не бояться, что там что-то будет внизу. Вот, смотрите, как классно получается. И теперь я возьму нашу кисть, сделаю совсем темный оттенок, состоящий, наверное, просто из черного, и чуть-чуть капельку синего. Вот такой вот темный оттенок. Так как у нас на кисти, на тарелочке уже есть немного белой краски, то он сам по себе получается такой черный, даже не черный, а темно-серый, такой графитовый цвет. И я рисую вот такую вот, как бы низменность уже получается, это уже не гора, это уже то, что внизу. И небольшие деревья, елочки, еще какие-то растения, вот такие вот. То есть, мы просто схематично показываем, не надо прорисовывать. Вот, вот так. Вот так у нас получилось. И теперь я беру кисть поменьше. То есть, она, они у меня двух размеров, восьмой и двенадцатый размер. Я возьму тот, что поменьше, по цифре восемь. И нарисую наших птичек. Вот таким вот образом. То есть, птички, они как рисуются? Мы просто рисуем одну линию, извиняюсь, одну линию и подрисовываем еще одну. То есть, вот так. Линия. Еще одна. Вот так. Итак, вот такая живописная картина у нас получилась. Когда вижу эту картину, у меня вызывает одно чувство умиротворения, спокойствия, такой гармонии, тишины. Поэтому, если вам это сейчас откликается, то вы можете попробовать нарисовать эту картину и повесить ее у себя где-то дома. Например, в спальне или на кухне. Может быть, где-то на даче. Поэтому все в ваших руках. До скорого! Доброе утро! И мы продолжаем Лига школьного предпринимательства. Такой проект в регионе реализуется с 2014 года. И, конечно, уже есть свои лидеры, кто успешно реализует этот проект. И вот с одним из них я предлагаю это утро сегодня встретить и поговорить. И у нас в гостях Георгий Александрович Чекарев, директор средней школы номер 82 города Ульяновска. Вы вошли в этот проект не в 2014 году, а намного раньше. Начали заниматься вот этой деятельностью. Мы начали реализовывать проект по обучению детей финансовой грамотности с 2012 года. Как вы к этому пришли? Это действительно заинтересованность какого-то конкретного педагога, которого поддержал директор? Или как вот это происходит? Кадры решают все. Ко мне пришел педагог, учитель географии, но ему было очень интересно. И он предложил организовать первоначальный кружок по изучению предпринимательства, финансовой грамотности. В 2012 году несколько часов, несколько ребят. Потом получилось так, что всем понравилось. Почему? Потому что обучение проходило в игровой форме, решение простейших финансовых задач. Ну и ребят заинтересовались, их стало больше. С каждым годом количество часов на изучение предмета увеличилось. В этом году у нас есть отдельно социально-экономические классы старшие, профильные. Но обучение финансовой грамотности предпринимательства практически начинается с первого класса. Ух ты! Ну вот что можно в первом классе семилетки? Еще вчера он был дошкаленком, сегодня уже... А вы обучите ребенка получать подарки и объясните ему, что это очень происходит легко. У каждого есть своя мечта получить что-то к Новому году, к дню рождения. Ему бабушке и дедушке, ну сами знаем, как это происходит, иногда дарят в копилочку финансы. Эти финансы могут лежать, а могут работать. Что такое денежка, что такое финансы, более широкое понятие. Что с ними можно сделать, вложить или потерять. Как оценить использование финансов, цена на рынке, риски на рынке. Вот от года к году, от параллели к параллели, ребята учатся всему этому. Но аж Лига школьного предпринимательства, это такая замечательная вещь. Это большая-большая финансовая игра, по большому счету. Ребята, когда начинает год, и когда начинается конкурс Лигы школьного предпринимательства, они получают определенные знания на этапах прохождения теоретического материала, создаются свои команды, в которых они, впоследствии оценивая рынок, предлагают свой финансовый проект, разрабатывают его на протяжении всей игры. Ну а финал, это защита своего проекта. У нас в свое время был один из проектов такой победитель, ресторан Ленинград. Ребята, так его назвали, решили, что Ленинград – это такой великий советский город, и все должно быть в рамках именно советского ресторана в этом. Ну, защищали очень хорошо, активно, всем понравилось. Какое-то время даже велся разговор о реализации действительно такого проекта. Ну, потом отошли немножко. Другие моменты появились, и мы его до конца не реализовали. Но это, ребятишки, вы говорите, это какой класс? Это уже в лигу можно вступать. Ребята у нас занимаются седьмого, восьмого, девятого, десятого, одиннадцатого класса. Мы трижды были победителями Лиги школьного предпринимательства. В свое время Сергей Иванович Морозов приезжал к нам, и как победителем нам предприниматели города Ульянска подарили рекреацию финансовую и отдельный кабинет финансовый, в котором у нас сейчас выставлена экспозиция купцов Симбирской, Симбирской губернии. Вот. Там проводятся специализированные уроки, ну, различные встречи, игры, беседы. А обучение сейчас очень просто происходит. Старшие сами учатся и готовят различные мероприятия и задания для, ну, десятых, одиннадцатых, для девятых, восьмых. Те для более меньших ребят, то есть для пятых, шестых. Все это как бы совместно, они друг друга знают, у них все это получается. То есть происходит обучение не от педагога к детям, а от детей. Дети учат детей. Два года назад мы начали, ну, в связи с пандемией у нас не очень получилось, дети учат родителей. Еще один проект такой. Когда дети, мы приглашаем родителей, проводим с ними какие-то мероприятия, где объясняются азы финансовой грамотности. Потому что многие взрослые тоже как бы знают, что у них есть в кошельке деньги, а что с ними делать, мы тоже не все знаем и не всегда получается у нас это. Но вот сегодня это дополнительные часы, это, естественно, необязательные уроки, да? Это вот после уроков... Это часы внеурочной деятельности, где реализуется обучение, плюс, если у нас специализированный класс, то там уже часы учебной программы, есть экономика, по два часа еженедельно мы обучаемся. Ну, а результат этой деятельности... Вот я хотел спросить, 10 лет-то уже, в принципе, можно... С 18-го года мы пилотная площадка Центробанка, они как бы нам предложили все проекты, реализуемые Центробанком, апробируются у нас в школе. Ребята были в музеях Центробанка, ребята... Мы получили учебники с первого по четвертый класс от Центробанка, рабочие программы для обучения по этим программам, по этим учебникам. Ну, в общем-то, к нам приезжают люди, которые проводят у нас различные семинары, вебинары проводятся. Идет обучение очень активное. А ребята активно к этому присоединяются? Или здесь понимают родители, что... Ну, я вам могу сказать, вот если не брать уроки, именно когда там уже весь класс приходит, вот на данный момент у нас в школе 971 ученик, учащиеся с первого по одиннадцатый, 174 ученика за пределами школьной программы, вот в кружках различных, занимаются именно этим. То есть далее пойдет уже какая-то профессия, выбор определенной профессии этого направления? Ну, в общем-то, да. У нас есть ребята, которые поступили, правда, не в нашем регионе, они уехали кто в Москву, кто куда поступили, именно по этой специальности. Но вы говорите, есть и финансовая грамотность как обязательный урок? Экономика. Экономика. Как обязательный урок, да. Экономика как обязательный урок. Сейчас его сдают? Это уже более такой... Нет, это уже более такой предмет, насыщенный именно теоретическими знаниями, где уже ребята непосредственно готовятся к профессии. Но это уже 10-11, когда ребята уже... 10-11, да. Когда они уже осознанно начинают понимать, что им это в дальнейшем пригодится. Сейчас, значит, подготовка для ребят на уровне, как вы говорите, игры. Насколько вот удобно действительно, но ведь формируется уже серьезное к этому отношение, что это не просто денежка, это деньги, это не просто купил себе подарок, можно накопить. Да, вот в том числе... Да, именно так. В принципе, вся программа построена на том, что, имея определенную какую-то сумму, у тебя свобода выбора, ты можешь сделать с этой суммой все, что хочешь, а мы тебя научим, как правильно, чтобы, во-первых, не потерять эту сумму, во-вторых, приумножить, может быть, эту сумму, ну, а в-третьих, пусть эта сумма будет потрачена с умом на реализацию твоей собственной мечты. А вы что касается приумножить, то есть какие-то схемы уже детям, ну, и подросткам 10-11 класс уже можно давать? Кто-то знакомится, естественно, с понятием инвестиций, кто-то, может быть, с банком ценных бумаг, или это еще пока рано? Об этом Азы все объясняются ребятам, все это рассказывается, ну, и те проекты, которые они готовят, там тоже эти элементы есть, что мы должны взять, может быть, кредит под свой проект, на каких условиях, то есть оценить, а реализуем ли мы свой проект в данном регионе, то есть изучение рисков, рынка изучения, получится у нас, не получится, а может, это никому не нужно у нас здесь, а может, у нас эта ниша занята, и тут никого мы не удивим своим проектом. Ну, вот таким вот образом. Сибиряки заинтересовались проектом наших школьников по переработке вторичных материалов. Вот. Я недавно читал где-то в прессе, что у них один из проектов сейчас тоже, они по переработке пластмасса свой разрабатывают, но мы чуть-чуть пораньше сделали это здесь, наши ребята, вот. Здорово. Но несмотря на то, что это все в игровой форме, все-таки проекты действительно реальные и, возможно, реализовать жизнеспособные, скажем так. Вполне жизнеспособные. Понятно, что под них надо, наверное, финансовую базу какую-то закладывать, но они при реализации вполне жизнеспособные получаются. Что касается глобальности вот этой вот лиги, сейчас она охватывает огромное количество, большое, достаточное количество школ или включаются как-то не очень активно по желанию? Еще, может быть, год 4-5 назад это было как бы не очень, может быть, по желанию, но сейчас многие поняли эту актуальность и я думаю, что количество просто максимально увеличится в ближайший год-два. Уже на сегодня, если я не ошибаюсь, 45 или 43 школы, по-моему, включились в этот проект. Я здесь могу ошибиться. Ну, это ведь действительно формирует такое огромное количество людей, которые, наконец-то, научатся считать договоры со звездочками, да? Вот когда меньше будет вопросов, почему у меня процент брал я под 1% те же кредиты, а оказалась другая сумма. И включаются в это дело родители, вы говорите? То есть идет обратная связь? Да, ну, родители как бы задают вопрос первоначальный, а зачем нам это нужно и нашим детям? Но когда дети приходят... А, такие вопросы все-таки возникают. Ну, естественно, возникают. Возникали, возникали. Понятно, что через определенное время, когда дети, может быть, даже дома, начинают объяснять самые элементарные вопросы с научной точки зрения, у них глаза открываются, и они уже после этого не спорят, что нужно или не нужно. Тут сама практика показывает, что нужно. Ну, вот учебный год начался. Сейчас началась, наверное, как очередной этап образовательной программы, когда ребята начинают защищать свои проекты. К концу года обычно? К концу года, да. Сейчас уже есть какие-то проекты в разработке, что-то уже такое интересное? Ну, есть. Коммерческая тайна, как говорится. Пока еще коммерческая тайна. Как вносится предложение, идея для реализации проектов, которые будут разрабатываться? И кто решает, что да, можно разрабатывать? Или, может быть, ребятам скажут, нет, это слишком сложно? Нет, мы не возражаем ни против каких проектов. То есть самый сногсшибательный проект, какие приходят в голову, единственное, понятно, что на определенном этапе дети сами могут отказаться от этого. Они начинают понимать, что, во-первых, финансирование просто заоблачное должно для реализации проекта, и взять это невозможно будет ниоткуда. Второй момент, это понятно, что где-то, может быть, изучение рынка покажет, что это неактуальный проект, хотя, может быть, он и красивый. Третий момент, ребята, работая над этим, ну, советуются друг с другом, приходят к преподавателям-кураторам, которые занимаются этим проектом, там вместе все обсуждают, находят положительные стороны, находят отрицательные стороны, но на 80% это идеи обычно самих ребят. Спасибо большое за эту утреннюю беседу. Время, к сожалению, подходит к концу. Напомним, кто сегодня у нас был в гостях, и говорили мы о Лиге школьного предпринимательства. А в гостях сегодня был Георгий Александрович Чекарев, директор средней школы номер 82 города Ульяновска. Ну, а мы двигаемся дальше. Редактор субтитров А.Семкин